Отдельное спасибо сообществу Play Artifact Game и Artifact.ru за размещение предыдущих видеороликов. Если вы заинтересованы в общении и на тему артефакта, то обязательно посетите эти два паблика ВКонтакте. Приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами Владимир Дабл Ди. Мы вновь встречаемся, чтобы рассмотреть новые карты, которые вышли с последнего моего ролика. И постараемся сделать это покороче, немного разбить на части. И вот в этой части у нас ожидает чуть менее 20 карт, я надеюсь, что мы с ними справимся. Но там есть карты, которые можно по-быстрому смотреть, поэтому я не думаю, что это займёт сейчас много времени. Поэтому давайте приступим. Прелекс. Карта, которая является героем, опять же, да, её сигнатурная карта Бараки. Выглядит интересно, конечно же, да, и пассивная способность у неё тоже весьма неплохая, которая усиливает вашу линию. Но при этом статы 3.5 весьма и весьма слабо, если так присмотреться. Лучше на одно атаку, чем у Crystal Maiden. А Crystal Maiden это чуть ли уже не крип. Действительно, убрать по одной детали, да, убрать один-один с Прелекс и всё. Это, считайте, уже крип ближнего боя. И это очень-очень слабо, конечно же. Насколько её способность будет полезна, остаётся вопрос открытым. То есть мы можем призывать двух крипов, если бараками усилим ещё дополнительно этот лайн. Это будет сильно, да, то есть у нас расходится на фазе выхода два крипа, плюс два крипа с Прелекс идёт. С этим можно действительно неплохо что-то придумать. Для синей колоды тем более. На старте это может выглядеть весьма и весьма сильно. Но вопрос в том, насколько быстро нам будут это всё развернуть. Потому что Прелекс на столе надолго не задерживаться. До появления каких-то предметов на ней, до модификации по броне, по здоровью. Ей вообще будет очень-очень тяжело. Поэтому под вопросом появления в колодзе. Но одна из интересных, опять же, взаимодействий. Пусть и достаточно дорогой импровмент, да, улучшение бараки. Тем не менее, можно будет её в какой-нибудь деке попробовать обязательно. Далее, алтарь The Mad Moon. Алтарь безумной луны. Поэтому сумасшедшей луны. Пока нет перевода, будем пользоваться моими знаниями, не самыми обширными. Так или иначе, 4 маны дают вашим мили-крипам. Исключительно крипам ближнего боя регенерацию. Плюс два. Что же такое регенерация? Мы уже это обсуждали, когда был Omni Knight. Это здоровье поверх здоровья. Это лучше, чем броня в каком-то смысле. Это очень мощный показатель. Соответственно, две регенерации. Это сильно на линии для всех, если бы это было. Исключительно для крипов ближнего боя. Это уже выглядит не так интересно. Для того, чтобы это сработало, вам нужно, чтобы крипы ближнего боя приходили всегда и часто на конкретную линию с импровментом. Для этого у вас есть преликс, для этого, вероятно, у вас будет, конечно же, Канна, которая также эту способность плюс-минус реализует. Но это герой синего цвета, улучшение зеленого. Соответственно, вам нужна будет зелено-синяя колода. И это уже тогда вопрос. Насколько такая колода будет вообще смотреться? Потому что пока для баланса это будет не так комфортно. Но, опять же, нужно ждать практики, когда будем смотреть, насколько это все зайдет непосредственно в рейтинговую систему, в тот же драфт-мод, про который мы уже много раз слышали. Потому что пока вот этот импровмент выглядит достаточно слабо. Саккор Панч, он же запрещенный прием, да, в группе меня спросили, что еще за пинок сосунка. Нет, это запрещенный прием. Фильм даже такой есть от Зака Снайдера. Кто смотрел, ставь лайк. Вот. И что он делает? Он останет юнита и наносит 2 единицы урона. 4 маны. Выглядело бы неплохо. Но, есть условия, он останет только блокирующего вашего красного героя юнита. Таким образом, очень сильно ограничивают ваши действия. И с таким условием, за 4 единицы маны, эта карта выглядит слабо. Не думаю, что она будет где-то применяться. Только если в каких-то экстренных ситуациях. Но, опять же, давайте вспомним, какие есть ремовалы, какие есть ресурсы для нанесения урона. У синих, у черных. И если это будет двухцветная колода, красно-черная, красно-синяя, с этим Сакер Панч вы вряд ли где-то развернетесь. Но, напомню, что колода не ограничена по количеству карт, поэтому вы можете это добавить. Вопрос в том, насколько это эффективно будет мешаться другим ремовалам, которые стоят дешевле. И единственное преимущество, это стан. Но за этот стан придется расплатиться тем, что на линии должен быть красный герой, который блокирует нужного вам юнита. Поэтому я не думаю, что это хорошее применение для вашей колоды. Напомню, да, вдруг кто-то забыл, что блокирующий юнит это тот, на которого сейчас указывает стрелочка. Кто смотрел геймплейные видео, есть стрелки, атаки, которые сами по себе, они рандомно выбираются. И мы можем ими манипулировать. Допустим, мы заманипулировали красного героя, указали на кого он должен бить. И после этого применяем Сакер Панч. Но мы на это минимум 5 единиц маны потратим. И насколько это эффективно, опять же, большой вопрос. Абадон. Зеленый герой и имеет ключевую способность. Апофик щилд, который позволяет Пурджи, да, очищать. А кто помнит и первую доту, и в принципе, во второй это когда-то работало. В определенной степени Дефюжил Блейд, да, вы знаете, ультимейт. Это ультимейт Медузы, по-моему, в первой доте он работал примерно там же, тем же самым способом. Очищение, грубо говоря, вражеских эффектов. А что дает вам очищение вражеских эффектов? Соответственно, он снимает все негативные бафы на ваших героев. И все позитивные бафы на героев соперника. То есть, как нам рассказывала Станцивка, это и... И который показывал нам эту карту, это Time of Triumph, да, время триумфа. Самая страшная модификация на данном этапе. Она сбрасывается вот этим щитом. Да, ваш враг при этом получит плюс 2 атаки и плюс 2 ритилейта. Не, прошу прощения, плюс 2 армора и плюс 2 ритилейта. Ритилейт это возвратный урон, как мы уже обсуждали. Но за все нужно платить. Соответственно, такая расплата, 2 армора и 2 ритилейта, чтобы убрать плюс 4 по всем статам, это разумная плата. Тем более, что карта стоит 2 единицы маны. Своего же снять какие-то негативные модификации и дать ему еще 2 армора плюс 2 возвратки, это... Это вообще замечательно. Поэтому присмотритесь к Абадону обязательно. Плюс у него еще и статы неплохие. И обилка тоже позволяет полностью лечиться и становиться неуизъемным на этот раунд. Я считаю, что Абадон один из сильнейших героев. У зеленых вообще много сильных героев. Если мы посмотрим синих, где 2-5, вот эти парни, на них смотришь и хочется только грустить. Как-то с ними надо будет синергировать, как-то их защищать. Возможно, за счет зеленых вот таких героев. 4-9 надежда на то, что он выживет, он выживет много раз. Плюс Borrowed Time, который позволяет вам выживать в случае необходимости, так еще и лечиться полностью. Сама хилл это всегда сильно. Поэтому Абадон один из вариантов для вашей колоды. Аганим Санктум, одна из сильнейших карт для синих колод, для синих героев. Импровмент, который позволяет вам полностью восстанавливать ману на линии каждый ход. Активная способность к кулдаунам в единицу, да, один. Таким образом, каждый раунд, да, вы можете делать себе дважды, дважды полную ману, да, что это подразумевает под собой. То есть на четвертом 4 маны вы одели, это второй раунд, у вас суммарно 4 маны вы одели, и вы можете сразу воспользоваться еще. Мы видели похожего крипа, да, сатира, который делает плюс-минус то же самое на пятый ход. То есть это можно так будет синергировать, весьма интересно, если выживет сатир, если у вас будет импровмент на линии, вы трижды сможете использовать свою ману. Это, конечно, маловероятный исход, но если такое случится, ни одна из колод не переживет паракаста трех раз, трех маны. Поэтому хороший импровмент, даже если вы не играете сатира того, да, сатира магишен, вот, помнил. Ну, этот импровмент вам очень пригодится, поэтому присмотритесь. Мне эта карта нравится, я буду ее пробовать. И далее у нас идут пути, четыре пути, тех самых смелых, хитрых, мечтателей и мудрых. В общем-то они что делают? У красных и черных это рандомный модифай, и в этом плане они выглядят сильнее, чем два их аналога, у зеленых и синих. Но они дают плюс один, да, то есть единица атаки у красных, единица осады у черных. В целом неплохо, тем более что для стартовой агрессии у черных это пригодится. Красные, да, работают в атаку, модифай опять же, да, то есть этот баф остается. Если вы на героев бросили этот момент, да, вот оно выпало на героя, поэтому выглядит интересно. И работают они при розыгрыше соответствующих карт. То есть вы модифицировали линию пафа в болт, например, да, красным и сразу же разыграли еще одну карту. Таким образом две атаки получите модификации, потому что эффекты срабатывают сразу же после розыгрыша карты. Таким образом, пафа в болт сам от себя будет работать. Так что это стоит учитывать и обязательно применять в дальнейшем в ваших схватках. Так и все остальные. Про зеленые можно сказать три регенерации на этот раунд. Напомню, регенерация один из сильнейших бафов. В этом плане один из сильнейших показателей. В этом плане путь мечтателю выглядит очень интересно, насколько оно зайдет и насколько это будет работать не ясно, потому что только одну линию. Если модификация на героя упала от черных и красных, вы героя перебросили. Не важно, где эта модификация стоит, где этот импровмент стоял, ваш герой будет сохранять эти позиции. Здесь же исключительно модификация конкретной линии. Вы улучшаете ее зеленой и синей картой и эта линия теперь ваша ключевая. Плюс три регенерации у зеленых, плюс единица урона от синих. Но вот синие выглядят самыми слабыми в этом плане. Единица проникающего урона за розыгрыш синие карты. Плюс случайному юниту это не самый хороший эффект, потому что если у Зевса это соседи, его получают проникающий урон каждый из соседей. Здесь случайный юнит, то есть вы можете совсем не угадать. Поэтому я бы присмотрелся к зеленому пути. И черный в принципе неплохо, но мы помним. Да, офф, который есть, который позволяет плюс четыре атаки давать в качестве импровмента башни. Ну, у красных есть осадная лестница. А, нет, это тоже у черных, кстати. Ну, тогда да, кстати, у красных болт может тоже присмотреться к нему. Синяя пока выглядит самой слабой. Ревенуус масс. Многие вспоминали, опять же, аналогичную карту из Хардстоуна, где он получал их атаку, получал их здоровье. Здесь ситуация аналогичная, но это активная способность. Таким образом, сразу ее можно применить. Таким образом, вы выставляете Ревенуус масс, ходит соперник, он ее не устраняет, если вдруг. А если устраняет, он потратил, опять же, какой-то ремувал, так или иначе. Вот, но если не устраняет, вы сможете уничтожить своих юнитов, которые, допустим, ничего сейчас не делают. И переходить инициативу, ну, не в том, не в прямом смысле, да, вы помните, инициативу. И сделать Ревенуус масс гораздо сильнее. То есть, допустим, 2-4 у вас крипа были, 2. И стоит обратить внимание, она поглощает исключительно статы. То есть, если у вас раненый юнит, таким образом она получит неполное здоровье, неполное атаку. В случае есть модификация на атаку, поэтому тут нужно быть внимательным. Насколько я понимаю, это работает так. Возможно, я, опять же, ошибся, но из открытых источников я где-то не нашел о конкретном ответе на вопрос. Возможно, вы это знаете и можете написать в комментариях. Далее. Хелберг, Криплер, тоже интересная позиция. И вот здесь уже точная информация у меня есть. Статсмен Бруно в твиттере подтвердил, что это будет действовать вместе с Кливом, вместе с Ритилейтом. Таким образом, выглядит карта действительно интересно. За 3 маны, вы на первый же раунд можете его разыграть. И любому, кому этот Крип нанесет урон, в частности Кливом и возвратным уроном. Клив, я напомню, это удар по соседям. И Ритилейт, соответственно, возвратный урон. Тот, кто атакует это существо. Они будут модифицироваться минус одной атакой. Таким образом, за 1 раунд, все, кто поцарапались об этого Крипа, Крипа, они получат минус 1 атака. Если это были герои, это будет неприятно. 1 раз, 2 раз, 3 раза, уже минус 3 атаки. Синие герои вообще останутся с 0 единиц. И некоторые зеленые, да, у них будет одна атака. Это прям, ну, выглядит интересно для красных. Я думаю, этот Крип может очень неплохо сработать. Так что, после вот этого показа информации про Ритилейт, будет очень-очень здорово. Ритилейт и Клив. Далее, Тандер Хайт Альфа. Много говорить не буду. Просто тушка 25-25. Такие обычно нигде не играются. Если только можно, это будет призывать ее, с аммонить, что-то подобное. Но колоду добавлять не вижу пока большего смысла. Болт оф Дамоклз. Вот он, поинтереснее. Это финишер. Опять же, с пенами Перобласты, нечто подобное. То есть, да, можно дойти до кондиции башню. И можно нанести потом 20 урона. Это половина здоровья вышки. Но на 10 мане, соответственно, это уже поздние раунды, чуть ли не под конец мидгейма, где, если вы выжили, тогда вы будете вот этим докидывать. В этом сила раскрывается синих героев. Ну и возник как раз-таки вопрос у моих зрителей, как же она работает с троном. А точно так же. Трон это как бы башня, которая появляется просто тогда, башня второго уровня, которая появляется после того, как вы снесли первую башню. Поэтому здесь вы можете не переживать. Она ровно так же их атакует. Далее. Крак до вейп взмахлый с том. Это заклинание. Модифицирует черного героя способностью, что когда вы разыгрываете черную карту, то герой и его соседи получают плюс 2 атаки на этот раунд. Таким образом, опять же напомню, что карты триггерятся сразу же. Разыгрывая Крак до вейп, вы получаете сразу же, ваш черный герой сразу же получает плюс 2 атаки, и так же это получают его соседи. Вспоминаем агрессивные колоды, на второй раунд вы сможете получить суммарно плюс 6 единиц атаки. Это очень может сильно зарешать, тем более вспоминая какие-то дополнительные ресурсы, которые можно использовать. А дешевых крипов, да, также стоит об этом помнить. Поэтому Крак до вейп, одно из хороших заклинаний для черной колоды. Серафим щилд, щит Серафима, одна тоже из сильнейших карт, на мой взгляд, для старта, опять же, тем самым синим бедным колодом. Она дает плюс 2 армора вашему герою, естественно, который наденет этот щит. И, ко всему прочему, еще и под минус 2 единицы атаки всем юнитам. То есть, бить с руки не будет никто, только некоторые исключительные крипы, некоторые исключительные герои, у которых просто высоченные статы атаки. Ну вот, всякий, да, Тайтхантер, допустим, да, без атаки останется. Все юниты, то есть и герои на этой линии, как вражеские, так и свои, конечно. Но таким образом вы можете защитить линию, потому что крипы соперника бить, например, не будут вообще. 2-4, да, которые имели крипы. Поэтому мне этот щит интересен, тоже думаю, что стоит его попробовать. Далее. Герой Виномансер. Один из сильных синих героев, но статы отвратительные. 2-6. А вновь это не очень здорово для меня. То есть, это лучше... Лучший преликс, который мы смотрели за счет того, что у него 6 и не здорово, но также от 3-х крипов он будет погибать. И 2 всего атаки. Про кастеры. Что с них взять? Так или иначе, его пассивная способность, это призывает вард на линию в стадию выхода. И вот этот самый вард, вы видите, да, также 1-3. И вот в этом его сила. Он не умирает от атаки крипа. При всем при этом он сам аносит проникающего. Проникающий перед фазой боя. Предактивной фазой. То есть, перед тем, как что-то произойдет, он нанесет эти 2 урона случайному... Случайному союз... Опять союзнику. Случайному сопернику. Соседу. Да, соседнему сопернику. Тот, кто напротив и слева и справа. Кому-то из этих товарищей он нанесет 2 единицы проникающего урона. И так каждый раунд. Если его не устранить. А, ну, обидно троить на 1-3 какие-то ресурсы, да. И крипта его не убивает. То есть, нужно будет что-то еще добавлять. Поэтому Виномансер может стать опасной угрозой. Серьезной такой опасной угрозой. Не знаю, можно так сказать. Но, наверное, может. Виномансер может стать проблемой. Ну и, конечно же, его опять... Сигнатурная карта призывает 2 таких варда. То есть, на 4-й мане вы сможете 3 варда поставить. И делайте с ними что хотите. А 3 варда это уже 6 проникающего урона. Это уже достаточно страшно. Поэтому с этим придется тоже как-то считаться. Но, так или иначе, из-за статов, понятное дело, все весьма баланс. Но Виномансер в устранении будет не так уж и сложно. Тем не менее, интересная карта. Тоже я бы с удовольствием поиграл в какой-то степени. Но посмотрим на практике. Меня больше интересует следующая, по-моему, карта. Да, Энчантрис. И тут ты внезапно понимаешь, что зеленая просто бешеная. И в итоге, что мы видим? Ее пассивная способность, Нейчурс Аттендент, она дает плюс 2 регенерации Энчандер самой. То есть, крипы ей не страшны. Это не армор, вы не можете модифицировать, так и демодифицировать, скажем, да. Пока нет эффектов, которые это устанавливают. Но это не самое страшное. Самое страшное, что она еще и союзникам дает эти самые плюс 2 регенерации. Таким образом, 3 крипа на линии уже работают на безвозмездный урон по этим самым крипам. Потому что мы выбрали крипов как меритель измерения, меру комфортного нахождения на линии. Здесь крипа вообще не проблема. У нее еще и 4 атаки, таким образом, крипа она будет разбирать без проблем. И еще и способность ее, да. Это импровмент. Вроде бы не такой опасный. Казалось бы, 5 маны. Дороговато. Но дает всем союзникам плюс единицу брони. В краткосрочной перспективе выглядит не очень здорово. Но в долгосрочной, с учетом того, что зеленые юниты стоят постоянно кого-то на стол. Которые после смерти еще активируют, да. В холл-мортир, помним. Пафают на плюс 1, плюс 1. И таким образом, можно выйти в очень неплохую укрепленную линию. За счет этого импровмента. Напомню, что импровмента 3. То есть, вы можете 3 линии укрепить, плюс единицы армора. Я не очень уверен, можно ли укрепить двумя картами одну линию. То, по идее, теоретически возможно. Но я в дальнейшем, опять же, постараюсь разобраться повнимательнее. Пока ответа я не нашел. Но вы, как всегда, можете оставить свой комментарий, если вы уже это где-то нашли. Энчантрис выглядит очень сильно. Если буду играть с зелеными колодами, я обязательно добавлю Энчантрис туда. Ну и еще одна новая карта. Дефенсив Блум. Призывает 2 розовых куста, грубо говоря, да. Розовых стены. Розлив Волл. Ну, не розовых имеется. Ладно, в общем, розлив Волл. 2 стены из травы будут. У меня вылетел из головы розлив. Что же это такое? Это просто крип, который... Это стенка, которая должна принимать урон. Она не является сама талантом. Вам нужно будет просто ее ставить в выгодные для себя позиции. И только при взаимодействии с чем-то, что дает дополнительную атаку, это будет вам работать. Да, мы уже вспоминали стандарт-бэрера, который может плюс 4 по сторонам давать. Это будет тогда уже весьма неплохо смотреться. 4-8 юнит. И с этим надо было чем-то как-то бороться. Опасно? Опасно. Будет ли играться? Вот тут вопрос. Потому что вам скорее нужно не закрывать себя только в каких-то контр-матчапах. Если вы будете подготавливать свою колоду конкретно против агрессии, скорее всего это будет работать. Но в рейтинге, в большинстве игр, вероятнее всего, что это вам не пригодится. И скорее делать ставку будет эффективнее на укрепление, собственно, стола юнитами с атакой и чуть меньшими статами по здоровью, допустим. Поэтому эта карта еще под вопросом. Ну что же, сейчас постарался побыстрее. 25 минут, я надеюсь, уложился. Следующее видео, возможно, будет еще немного короче. Попробую выбрать меньшее количество карт. Так или иначе, спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вы поняли идею, к чему идет артефакт. Вы поняли идеи карт, которые они добавляют. Я постарался немножко рассказать про каждую из них. Ну и услышимся уже совсем скоро. Не забывайте подписываться на этот канал. Не забывайте помогать мне на Патреоне, которая поддерживает меня материально. И также оставлять, соответственно, свои комментарии и лайки к этому видео. Ну а на этом все. Пока-пока.